Сколько должна длиться каждая тренировка для достижения наилучших результатов? Слишком короткие тренировки не дадут нужного эффекта, а чересчур продолжительные могут закончиться перетренированностью и разрушением мышц вместо их роста. 45 минут или полтора часа. Можно ли уходить из зала, если ты не превратился в выжатый лимон, хоть и сделал всю программу? В среднем большинство программ тренировок рассчитано на 1-1,5 часа с учетом разминки. Тем не менее, есть ряд факторов, которые могут повлиять на то, сколько будут длиться конкретные ваши тренировки. Цель тренировок. При наборе мышечной массы тренировки могут быть короче, чем при сжигании жира. Для роста мышц самое важное – большое количество калорий, чтобы было из чего брать строительный материал. Поэтому с помощью силовых тренировок нужно послать мышцам сигнал для роста. Но при этом важно не истощать запасы энергии полностью, так как из-за этого организм может начать разрушать мышцы для получения этой самой энергии. В среднем запасов гликогена свободной энергии хватает на первые 45 минут тренировки. Поэтому именно столько должна длиться силовая тренировка. Тем не менее, новичкам все же следует проводить в тренажерном зале не менее 60-90 минут. Для похудения главное – потратить как можно больше количества калорий. Поэтому вы будете бегать на дорожке не только 10 минут во время разминки, но и около 20 минут после силовой тренировки, чтобы израсходовать максимум энергии. Вы будете делать больше повторений в каждом подходе. Процесс жиросжигания начинается после полного истощения запасов гликогена и энергии, что происходит после 45 минут на тренировке. Тем не менее, любые тренировки помогут для жиросжигания. Пока вы тратите за день больше калорий, чем получаете с пищей. Стаж тренировок. Если вы только начинаете регулярно тренироваться, то каждый раз нужно посвящать занятиям не менее 1-1,5 часа. Новички тратят много времени на разучивание правильной техники. Поэтому за то же самое время вы успеете сделать меньше, чем спортсмены со стажем. Также на отдых между подходами у начинающих уходит больше времени, чем у опытных, тренирующихся из-за худшей выносливости. Тем, кто тренируется уже около года, достаточно 45 минут для силовой тренировки. Естественно, при условии, что вы не будете тратить время на разговоры по телефону, отдыхать по 5 минут между упражнениями. Если у вас достаточно опыта, составлен четкий план тренировок, то за 45-60 минут с учетом разминки можно провести полноценную интенсивную силовую тренировку. Фармакология и стимуляторы Предтренировочные стимуляторы, предтреники и жиросжигатели помогут увеличить продолжительность тренировок. Это нужно прежде всего тем, кто хочет максимизировать жиросжигание или работает в многоповторном режиме. Тренирует выносливо, сделать кардио по часу или круговые тренировки часто бывает сложно тем, кто привык к размеренному темпу силовых тренировок. Стимуляторы помогают найти силы, когда гликогена уже не остается. Но именно в этот момент организм начинает расщеплять жир, чтобы дать сил продолжать тренировку. Но не забывайте, что вместе с жиром разрушаются и мышцы. Защитить уже имеющуюся мышечную массу можно, если употреблять достаточно белка, а также с помощью приема БЦА до, после и во время тренировки. Не увлекаясь стимуляторами, злоупотребление ими очень легко может закончиться перетренированностью. Вы просто не будете замечать, что ваше тело работает на износ и нуждается в отдыхе и восстановлении. Также могут возникнуть проблемы со сном, что приведет к вялости и низкому уровню энергии в течение дня. Поэтому жиросжигатели и стимуляторы – это временная экстренная мера, которая нужна в основном профессиональным спортсменам, но не любителям. Анаболические гормоны могут очень существенно ускорить мышечный рост. Мышцы будут лучше откликаться на тренинг. Плюс вы сможете тренироваться дольше и интенсивнее, а восстанавливаться быстрее. Вместо 45 минут вы сможете тренироваться полтора часа. И уже через сутки будут силы тренироваться снова. Но за все нужно платить. После окончания курса набранную массу в полном объеме удержать невозможно. Часть видимых объемов сливается с водой, а часть уйдет, так как тренироваться в прежнем режиме уже не будет сил. Да и аппетит, скорее всего, вернется на прежний уровень. Это актуально прежде всего для хардгейнеров, эктоморфов. Все эти факторы могут свести на нет полученной результаты. По этой причине любителям употреблять анаболические стероиды нет особого смысла. Прохождение курса только один раз практически бессмысленно для получения долговременного результата. А у тех, кто курсит постоянно, появляются серьезные проблемы со здоровьем. В заключение. Несмотря на то, что рекомендованная продолжительность тренировки 45-90 минут, ориентироваться нужно прежде всего на свои ощущения. Вначале бывает сложно отличить лень от усталости или болезни. Как правило, нужно заставлять себя отрабатывать положенные час-полтора. Тем не менее, не нужно продолжать тренировки, если вы почувствовали боль в спине, суставе, коленном, локтевом или сердце выпрыгивает из груди. Тренироваться следует через «не хочу», а не через «не могу». Перетренированность и травмы лишают возможности посещать тренажерный зал надолго. Поэтому, стройте свои занятия таким образом, чтобы за отведенное время 45-90 минут получать максимальный эффект. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok